Привет, я Дима, представитель компании Домикс и по совместительству дизайнер. И мы сделали этот YouTube канал, чтобы обозревать различные интересные темы касательно ремонта и интерьера, а также чтобы быть полезными для вас. И первой такой нашей темой будет, какое напольное покрытие выбрать на кухню? И существует ли вообще оптимальный вариант среди представленных на российском рынке? В целом это достаточно сложный вопрос. Почему? Ну потому что кухня – это мокрая зона, там расположена раковина, нередко установлена посудомоечная машина, проливаются на пол различные жидкости, падает посуда, а иногда и тяжелые предметы. Также там часто проводится влажная уборка, и весь этот спектр факторов необходимо учитывать. И первым напольным покрытием, о котором мы сегодня с вами поговорим, будет плитка, а именно керамогранит. Керамогранит – это натуральный универсальный продукт, который отлично имитирует любые поверхности и материалы. Он абсолютно пожаробезопасен, имеет очень высокую степень износа стойкости, не боится воды и грязи. Из минусов можно отметить сложный монтаж, который требует специализированного оборудования, ну а лучше обратиться к услугам квалифицированного мастера. Еще нужно подметить, что если вы уроните что-то хрупкое на него, то оно разобьется. У других же покрытий есть шанс, что такой предмет останется целый. Что касается швов, то если вы используете хорошую, качественную затирку, то проблем с ними не возникнет. Линолеум. Линолеум – это бюджетный вариант. С визуальной точки зрения сейчас есть неплохие позиции на рынке, но все же относительно других покрытий в этом плане он проигрывает. Среди плюсов можно отметить, что его достаточно легко стелить, что он просто в уборке и не боится воды. Из минусов я бы заметил тот факт, что если вы повредите его в каком-то месте, особенно в видном, то вам придется перестилать все полотно целиком, а это очень накладно. Плюс он сложен в транспортировке, так как ширина его рулонов достаточно высокая – несколько метров. Также нужно заметить, что он боится солнечных лучей, а значит склонен к выгоранию. Ламинат. С визуальной точки зрения к ламинату вопросов нет. На мой взгляд, если вы устанавливаете ламинат на кухню, то надо остановиться на водостойком его исполнении, ведь такой ламинат может выдержать прямое воздействие жидкости в течение нескольких часов. Это значит, что с ним ничего не произойдет. Из минусов я бы подчеркнул, что он подвержен изменению своих размеров при резком перепаде температур и влажности. Это означает, что его нельзя класть одним полотном без порогов на большой площади. Такой вопрос у нас может возникнуть, когда мы хотим постелить одно покрытие без порогов на совмещенной кухне с гостиной. Виниловая плитка. Виниловая плитка – это покрытия, основания которых состоят из ПВХ, либо из ПВХ с различными примесями. Это такие покрытия, как СПС, ЛВТ, кварц-винил и прочее. Они абсолютно водостойкие, просты в уборке. С визуальной точки зрения СПС, как по мне, не проигрывает ламинату, потому что изготавливается с достаточно глубоким тиснением. Из минусов можно отметить, что у СПС иногда бывают хрупкие замковые соединения. Ну что ж, друзья, я рассказал вам про плюсы и минусы покрытия, которые подходят для кухни. Ну а выбор уже остается за вами. Надеюсь, ролик был вам полезным, поэтому поддержите его лайком, подписывайтесь на канал и до новых встреч!